Привет-привет! С вами я, ваш бессменный ведущий Дима 2D-Cube и первый в этом году выпуск новостей музыкальной индустрии. Что ж, мы с вами отлично отдохнули, пришло время продолжить исследование мира новинок музыкальных технологий. А новинок, кстати, скоро будет уже очень много, ведь уже в ближайшие дни открывает свои двери крупнейшая международная выставка NAMM 2016. Все события выставки NAMM 2016 традиционно будут проходить в Солнечной Калифорнии, на территории экспоцентра города Анахайм. Сроки проведения выставки с 21 по 24 января. Как обычно, производители со всего мира представят свои новинки, среди которых, как мы надеемся, окажется немало интересных приборов. Кое-что, конечно, мы уже выяснили и обязательно поделимся этой информацией с вами в данном выпуске. Кстати, а чего вы ждете от производителей музыкальной индустрии в этом году? Я вот, например, уже который год жду новой модели Chaos Pad. Ну а вы можете поделиться вашими ожиданиями или размышлениями на этот счет в наших комментариях. Одной из самых интересных новинок NAMM, о которой нам уже известно, пожалуй, является новый аналоговый синтезатор от компании KORG, который получил название Minilock. KORG Minilock – это мощный четырехголосный полифонический аналоговый синтезатор, оснащенный арпеджиатором и 16-шаговым секвенсором с возможностью записи автоматизации. Новый инструмент выглядит очень заманчиво. Отличный дизайн, мощный аналоговый движок с великолепным звучанием, небольшой экранчик со соцциллоскопом, встроенный эффект дилея и все это посмешно и для поля аналога цене в 500 долларов. Мы очень горды проделанной работой, говорит Джеймс Сахева, бренд-менеджер компании KORG. Еще бы, за такие цены обычно нам предлагают виртуал-аналоговые инструменты, а тут полноценный еще и полифонический аналог. Что ж, будем ждать презентации инструмента на выставке NAMM. Кстати, ссылку на полную версию видеообзора KORG Minilog вы можете найти в описании к нашему видео. Компания Клавия тоже готовит кое-что новенькое. Пока трудно сказать, что же это будет, полноценный клавишный инструмент, например, новый Nord Electro или же обновленная фортепианная библиотека. Однако, согласитесь, звучит весьма убедительно. Что ж, узнаем через неделю. Ну а для тех, кто соскучился по новым тембрам для своих любимых синтезаторов, у нас есть парочка бесплатных библиотек. Первая библиотека под названием The Archive of Quinox пригодится всем пользователям сэмплера Electron Octatrack. Содержимое бесплатного пакета от SirGalaxy предлагает вам 129 отборных сэмплов легендарного синтезатора Aberheim Matrix, упакованных в 16 паттернов с 4 частями и 16 сценами в каждом. Вторая библиотека от HelloSamples пригодится владельцам аналогового синтезатора MoogSub37. Бесплатный пакет включает в себя 35 новых пэтчей для вашего любимца, среди которых вы найдете новые басы, лиды, перкуссионные звуки и многое другое. Ссылки для скачивания библиотек вы найдете в описании к данному видео. Компания Akai отпраздновала 30-летие своей легендарной линейки синтезаторов AX. В честь этого они выпустили обзор флагманского синтезатора линейки Akai AX-73. Akai AX-73 это мощный 6-голосный аналоговый синтезатор с динамической клавиатурой. Движок инструмента основан на чипсете Curtiss CEM3394, который, например, использовался в легендарном Sequential 6-Track. Впервые синтезатор был представлен в 1986 году и имел уникальное по тем временам сочетание функций аналогового синтезатора с автоматической подстройкой осцилляторов и динамической MIDI-клавиатуры. Что ж, будем надеяться, что данное видео это не просто ностальгический тизер, а нечто большее. Кто знает, может быть мы увидим переиздание данной линейки на текущей выставке нам. Хотя вы знаете, после последних экспериментов компании Akai с производством аналоговых синтезаторов в это верится с трудом. Как насчет сравнения легендарной TR-88 с популярным компактным грувбоксом Cork Volca Beats? Такую возможность нам предоставил ютуб-канал Synth Mania. Смотрим. 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 Делайте выводы, друзья. На мой взгляд разница налицо. Особенно в том, что касается бочки. Да недостаточно качевая бочка. Покупайте. Fuck it all. 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 Компания MIDI Error недавно поделилась с нами новым видеосюжетом, который посвящен обзору довольно необычного MIDI-контроллера под названием Lastroom. Lastroom это аккордовый контроллер, представляющий собой симбиоз синтезаторов Stelofon и OmniHord. Здесь имеется 37 кнопок и сенсорный слайдер, управляемый с помощью стилуса. С помощью кнопок мы сможем выбирать различные типы аккордов, но слайдер позволяет воспроизводить их. Устройства, к слову, выпускаются с 2013 года, однако совсем недавно у нас появилась возможность приобрести DIY-версию Lastroom с возможностью самостоятельной сборки. Стоимость нового комплекта всего 65 долларов. Ну а ссылка на сайт производителей, как всегда, находится в описании к нашему видео. Стоимость нового комплекта Ну а теперь, друзья, немного грустных новостей. 10 января этого года, в возрасте 69 лет, скончался легендарный музыкант и актер Дэвид Боуи. О смерти великого музыканта, наступившей после 18 месяцев борьбы с раком, сообщила его семья на официальной странице в Фейсбуке. Буквально за несколько дней до этого состоялся релиз нового и, как оказалось, последнего альбома Дэвида под названием Black Star. Что ж, почтим память хамелеона мира рок-музыки. На самом деле, пока мы с вами развлекались и праздновали Новый Год, от нас ушел не только Дэвид Боуи. Мы потеряли и легендарнейшего Лени Хилминстра, Алана Рикмана. А также вдову вокалиста Static X. На самом деле, может быть, они там на небесах просто тусу собирают? Как вы думаете? Вернемся к новостям музыкальных технологий. Новый музыкальный инструмент под названием Pale of Springs недавно продемонстрировал на своем YouTube-канале уникальный композитор и создатель музыкальных инструментов Chase Smith из Лос-Анджелеса. Несмотря на то, что инструмент Chase Smith выглядит как хаотичное нагромождение пружин, звучит он просто невероятно. Дело, скорее всего, в мощной программной обработке аудиосигнала, о которой, однако, ничего не сообщается. Кстати, Chase создал уже около 25 подобных инструментов, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Ссылку на интервью с музыкантом вы найдете в описании к нашему видео. Еще одна музыкальная хреновина, которую мы сегодня хотим показать вам, это уникальный сенсор ModGIS, позволяющий превратить любой предмет в полноценный MIDI-контроллер. Система ModGIS состоит из высокочувствительного контактного микрофона и iOS-приложения, считывающего и преобразующего данные, поступающие с микрофона. При этом микрофон умеет распознавать и выделять удары и прикосновения к разным частям используемых предметов, которые вы можете самостоятельно назначить на выбранный звук, MIDI-ноту или модуляционный параметр. Помимо iOS-приложения, софтовая часть ModGIS также может работать в качестве VST-плагина. Кстати, в ней имеется не только модуль распознавания ударов и назначения команд, но и различные уникальные синтезаторные и барабанные движки, которые вы можете моментально прикрепить к вашему импровизированному контроллеру. Что ж, по-моему, отличный вариант для создания каких-то интересных и необычных лайвовых перформансов. Кстати, стоимость новинки составляет всего 140 долларов, но приобрести ее вы можете, перейдя по ссылке в описании к нашему видео. Ну и напоследок, друзья, предлагаем вам насладиться парочкой прекрасных аудиовизуальных, перформансов. Первый перформанс от музыканта под псевдонимом Пар и мультимедийного артиста VJ Cobra был исполнен на международном медиафестивале Соко в Уругвайе. В своем сетапе пары используют Cork EMX, NordLit 2X, Cork Monotron и Chaos Pad для FX-обработки. Второй перформанс, исполненный французом Фредериком Лориером и Аликом Стефани на фестивале саунд-арта IOM Festival представляет собой уникальный аудиовизуальный акт, сочетающий электронный концерт с созданием современной картины. При этом все инструменты художника используются не только для рисования, но и для управления звуковой составляющей исполняемых треков. Для взаимодействия инструментов с софтовой средой при этом используются многочисленные микрофонные триггеры. Ссылки на полные версии данных видеороликов вы сможете найти в описании к нашему видео. На этом на сегодня все. Рад видеть вас в этом новом году. Увидимся через неделю, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok